Ленинский район прирастает новыми жилыми зданиями с огромной скоростью. Ежегодно сдаются гигантские объемы жилья, свыше миллиона квадратных метров. Но при этом не строятся новые дороги и слишком мало социальных объектов. Глава района привел в пример шестой микрорайон, где проживает несколько тысяч человек. И на первом месте транспортная проблема. Поручение нашему строительному блоку, двум поселениям Витной и Горки, дать в недельный срок свои окончательные предложения по возможности организации выезда из шестого микрорайона. Говорил Олег Хромов и об итогах прошедшего рейда с Гостроенадзором. Множество жала поджителей деревни Жапкино поступает на застройщика Квартстрой МО. Застройка ведется не только с нарушением сроков и отсутствием социальной инфраструктуры, которая даже предусматривала, соответственно, какой-то крошечный детский сад. Мы с вами на штабах это говорили. Начальная школа, которая, грубо говоря, самому району не нужна, почему-то было решено, что нам нужна начальная школа. Мы живем в 21 веке, нам нужны школы полного цикла. Соответственно, здесь мы должны как-то двигаться, чтобы у застройщиков было соответствующее принимание. Еще один вопрос, который затронул Олег Хромов, касался рекламы строительных компаний. Федеральным законом запрещена реклама на заборах и строящихся объектах. Глава дал срок до конца июня всем строительным организациям убрать незаконную рекламу, штраф за которую составляет полмиллиона рублей. Или вы обращаетесь, как положено, за средствами размещения рекламы, мы выдаем соответствующие разрешения. Если это соответствует нормам закона, обращу внимание, что размещение рекламы на заборах федеральным законом не допускается. На заседании строительного штаба присутствовало более 10 компаний-застройщиков. Глава выслушал всех представителей строительных компаний, их вопросы и предложения. Также и они ответили на вопросы Олега Хромова и представителей надзорных органов. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. Продолжение следует...